Давайте рассмотрим пример использования файла ResultModifier. Например, решим распространенную задачу. Будем формировать изображение для списка новостей на лету. Это позволит хранить у элемента оригинал изображения и изменить размеры вводимых изображений, только поменяв параметры компонента. Для начала давайте зайдем в настройки инфоблока новости. И во вкладке «Поля» уберем опцию создания картинки анонса из детальной. Сохраним. И так как для реализации нашей задачи требуется создание удобного интерфейса, редактирования из габаритов будущих картинок, то нам необходимо добавить новые параметры в комплексный компонент. Для этого существует специальный файл — это файл Parameters. Он находится в шаблоне комплексного компонента и расширяет параметры компонента. Давайте откроем его. Мы видим, здесь используются дополнительные параметры. Давайте создадим два параметра, отвечающих за ширину и высоту будущих картинок. Создадим ключ. Наименование — это у нас будет строковый параметр и значение по умолчанию. Давайте создадим фразы в ланг-файлах. Соответственно, используем ключ. Тоже самое проделаем для ланг-файла из директории n. Сохраняем. И давайте посмотрим, появились ли эти параметры в настройках комплексного компонента. Как мы видим, параметры появились. Это высота уменьшенного изображения и ширина. Теперь давайте посмотрим, появились ли эти параметры в шаблоне списка новостей. Перейдем в шаблон, в result-modifier. Сделаем dump rparams. И посмотрев вывод массива, мы не видим этих параметров. Соответственно, давайте посмотрим список новостей. Он вызывается у нас в файле news.php в комплексном шаблоне. Вот наш компонент news.list. И здесь нету дополнительных параметров, которые мы создали в комплексном компоненте. Давайте передадим их в компонент news.list. Эти параметры уже будут в массиве rparams. Сохраним. И давайте обновим страницу. Как мы видим, мы получили эти параметры. Теперь их можно использовать в шаблоне. Давайте перейдем в result-modifier. И теперь сделаем dump rresult. Для того чтобы уменьшать изображение, нам необходим оригинал. Оригинал мы будем брать из detail picture. Давайте посмотрим, выводится ли здесь detail picture. Massive items, элементы новостей. Мы видим, что здесь выводится detail picture. Потому что вывод этого свойства задан в настройках комплексного компонента. Давайте будем использовать это свойство. Для уменьшения изображения мы будем пользоваться специальной функцией resize image get. Ее можно посмотреть в документации. Давайте откроем. Вот страница документации этой функции. Стоит отметить, что функция принимает несколько параметров. В данном случае первый параметр — это идентификатор файла в системе или же массив. Описание файла в данном случае нам подойдет массив detail picture. А также параметры будущего изображения. Далее идет тип масштабирования. Мы будем использовать масштабирование с сохранением пропорций. И стоит также сказать, что эта функция возвращает массив следующего вида. Это путь к уменьшенной картинке, ширина и высота. Давайте воспользуемся примером и скопируем код вызова функции. Так как мы будем уменьшать изображение для всех элементов новостей, поэтому давайте создадим цикл по всем элементам. Элементы лежат в массиве ourResultItems. Создадим тестовую переменную, в которой будет передаваться массив результата работы функции resizeImageGet. В него мы будем передавать, соответственно, массив детальной картинки, detail picture, и параметры уменьшаемого изображения. Здесь мы будем передавать те параметры, которые мы создали. Это rParams. И затем сохраним полученный массив в массиве ourResult. Для того чтобы его можно было использовать в шаблоне. rItems. Идентификатор. Сохраним полученный массив в том же массиве detail picture. А, и давайте теперь сделаем dump ourResult и убедимся, что функция отработала. Сохраним и обновим страницу. Итак, мы видим первый элемент, массив detail picture, и в нем хранится три параметра. Это src, width и height. В src хранится ссылка на измененное изображение. Давайте теперь поменяем шаблон. Перейдем в шаблон компонента news list. А, и мы видим, что ранее использовался detail picture и ссылка на изображение. Давайте посмотрим результат. Берем dump. Убрали. Обновим страницу. Итак, мы видим здесь изображение. Измененное изображение. Давайте посмотрим, какие они имеют габариты. В данном случае это 33 на 50. В этом случае 50 на 36. Давайте изменим параметры и посмотрим, как отработает функция. Например, поставим 100 и сохраним. Мы видим, что изображения увеличились. В данном случае 60 на 100 и 100 на 73. Изображения были уменьшены пропорционально и правильно вывелись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok